Главная задача это осознавать, и я это подтверждаю, что все задействованные в этом процессе и все сидящие здесь за столом с максимальной ответственностью подошли к выполнению поставленных вопросов, поставленных задач. То есть мы все с вами понимаем, что дети это для каждого самое святое, самое дорогое. Итоги летней оздоровительной кампании подведены. В этом году дети из Одинцовского округа отдыхали в Орленке, Радуге, Объединенном Королевстве и лагере настоящих героев. Кроме того, работали лагеря с дневным пребыванием в 39 образовательных учреждениях муниципалитета. В Одинцовском округе проживает более 27 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 7 до 15 лет. Это та целевая аудитория, подлежащая обязательному охвату в рамках летней оздоровительной кампании. Более 80% наших школьников были привлечены к летним видам занятости. Особое внимание уделялось детской занятости, поскольку многие подростки решили провести с пользой летние каникулы. В сформированных трудовых отрядах работали 717 школьников со всего округа. Когда наша работа наладилась, и мы уже более стабильно вышли из тех условий, которые на нас наложила пандемия, 29 подростков, за счет бюджета учреждений культуры, в этом году работали на должностях администраторов, методистов, культурганизаторов, документов, библиотекарей, техников, монтировщиков сцены, гардеробщиков, уборщиков в служебном помещении, дворников, рабочих по обслуживанию зданий, рабочих зеленого хозяйства. Наша сфера позволяет дать достаточно большой спектр для работы подростков, в том числе и дальнейшей профориентации. В течение всей летней кампании в оздоровительных лагерях проходили творческие, патриотические и спортивные события. Каждому ребенку педагоги старались найти индивидуальный подход, отмечает начальник управления социального развития. В этом году были организованы лагеря для детей с ограниченными возможностями здоровья. Были организованы непосредственно смены в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием для детей, которые совершили определенные правонарушения в рамках учебного года, и они были заняты в лагерях с дневным пребыванием в Одинцовской первой школе и Одинцовской второй школе. Специалисты подытожили, летняя кампания прошла успешно. Сотни ярких событий, детских улыбок, новых знакомств. До встречи следующим летом. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.